всем большой привет прошло какое-то время и я хочу вам показать свои небольшие продвижения какие-то мои новости мы моим рукодельном мире небольшом хочу начать я с законченной готовой работы вышивки это вот такие вот домики хатки от фирмы леди эти домики мы вышивали с девочками в компании совместном проекте который нам организовала алена хендмейт вот и вышиваем наши эти домики практически уже почти год прошел да вот казалось бы маленькие дизайны и вышивать тут нечего а вот они трудоемкие и я смотрю видео девочек тоже не у всех идет все так гладко и быстро как казалось бы да ну что тут вышить 60 на 60 маленький вот такой квадратик но тем не менее это получается полноценная картина и поэтому процесс все-таки такой не не совсем простой но под настроение иногда вот знаете что-то идет очень быстро что-то и как-то тормозится так вот у меня мои четыре сезона лето весна осень и зима покажу немножко поближе каждый домик вот начну вот с такого летнего хотя спас считается как бы уже начало осени но все равно у меня он будет летним потому что зелень яблочки я очень люблю яблоки с медом пусть у меня уже будет это летний домик такой красивый очень не нравится здесь вот эти аисты вот посмотрите маленькая какая картинка да а сколько здесь деталей настолько все проработано молодцы очень очень интересно и когда вышиваешь вот яблочки к примеру да кажется ну что то за какая-то ерунда что там какие-то крестики какие-то цвета непонятные думаю что может быть ошибка какая-то когда прошелся бэксичем все яблочко уже совсем натуральная все естественно все здорово очень мне нравится эти орнаменты класс орнаменты мне очень-очень нравится вот весенний здесь такая ранняя весна еще снег лежит подснежники появились и прилетели первые птички вот здесь такие синие птички они очень смешные птицы счастье деревце такое скворечник очень красивые цвета такой синие голубой оттенок здорово очень мне нравится вот этот осенний сюжет здесь у нас калина здесь нет никакой живности не и птиц никого но очень красивая калина который очень трудоемкая чтобы ее вышить и прошить бэксичем конечно пришлось повозиться также здесь есть яблонька вот такая замечательная это домик у меня вышивался достаточно легко а вот этот весенний вот я на нем и в общем то как то застряла не знаю почему просто вот не пошел осенний вышился достаточно быстро вот такой красивые теплые оттенки ну и зимний тоже я вышивала в марафоне я его в общем то так над ним работала на лада здесь красивый такой снегирек есть бэксич белыми нитками это единственная работа где используется бэксич белыми нитками во всех остальных только черный цвет мне здесь понравилось то что есть еще два домика вот их когда вышиваешь просто крестиком вот непонятно что что за какие-то пять крестиков каким-то цветом непонятно что это когда в бэксичем прошелся все вот уже домики вот пошел идет дым с трубы такая деревенька сосна елочка красота такой домик интересный сруб получается все вот эти три домика они такие беленые до украинские это по типу наверное больше российский потому что он русский он такой идет по типу сруба вот такие мои домики 4 сезона понесу я их тоже оформляться я недавно относила свои некоторые вышивки багетную мастерскую эту не смогла захватить потому что оформление у нас дорогое надо как-то все-таки этапами не могу я прям взять все отнести ну пойдет следующий этап оформлю очень яркая такая интересная работа мне нравится вот так что мне еще из моих новостей я сегодня без штатива поэтому буду вот так вот закидывать показывала я что у меня начался новый процесс от чаревной мыть и ракушка частичная вышивка размер работы 20 на 29 на 20 . и 5 на 20 на 29 сантиметров частичная вышивка так немножко поделюсь своими первыми впечатлениями и ощущениями по процессу значит здесь написано что используется бисер чехия как я смотрю по видим это хороший ровный бисер но по опыту я могу сказать что здесь мне не весь бисер ровный скорее всего фирма чарин нам и делает очень большую экономию и в общем то как как это сказать не очень хорошо поступает она получается я так понимаю комплектуют часть кладет чешского бисера а часть кладет китайского бисера но потому что вот я даже новичок без всякого опыта я вижу большую разницу в бисере не знают уже сейчас что покажет камера вот вот этот бисерок он ровненький ровненький красивенький хорошо здесь в принципе мне ложится вот этот тоже розовенький хорошо ложится а вот здесь у меня ну по вообще такая каша он толкается не укладывается весь корявый выпирает черти шоу простите за слова но по-другому просто не скажешь и видно что какой ровный вот этот бисер и ложится и какой корявый вот этот бисер и причем у меня уже один цвет закончился вот этот желтый который здесь идет его немного но он уже у меня давно закончился мне приходится его вышивать близким оттенком потому что найти мне бисер здесь вообще него нет возможности искать где-то по интернету заказывать три бисеринки тоже нет возможности в общем такое первое у меня впечатление о этой фирме такое знаете не очень хорошая фирм очка очень сильно экономит на материалах но сделал позже на евро на 2 евро дороже свой набор но уже положила все с запасом ну вот как можно купить набор и потом где находить эти три бисеринки и вот как мочится вот с этим корявым бисером который но он вообще не хочет никак становиться в рядок я уже старалась думаю что у меня за руки крюки не могу этот бисер уложить нет он просто выпирает не может он сюда стать получается он заходит на верхний ряд выбирает и заходит на верхний ряд поэтому следующие ряды они в любом случае не ровно кладутся а вот этот бисером ровненько кладется все хорошо замечательно поэтому разница здесь очень сильно видна мне это очень расстроило потому что мне дизайн и чарильное мытье очень нравится и я их много купила и я бы еще купил еще куплю но вот с бисером конкретно я не знаю что я буду делать наверное бисерные может быть не буду больше брать ну посмотрим может быть это один такой попался набор иногда бывают у всех фирм какие-то наборы и выходят плохо проработанные и там комплектация не очень удачно неправильный расчет или что-то происходит у меня есть еще 2 2 2 набора с бисером вышью следующие два набора посмотрим тогда уже могу для себя сделать какие-то выводы так ну вышиваю я эту работу наверное мононитью то что я показывала в катушке такая прозрачная ниточка вот и и синий видно плотная мононить попробовала обычной катушечной вы знаете вот на уголочках видно белая нитка и я решила что буду вышивать мононитью она очень плотно держит и нигде не видно вот с краешков это ниточка вышивается легко в принципе интересно мне понравилось и знаете я рада что я взяла все-таки частичную вышивку потому что бисер полная зашивка это не для меня а вот так чуть-чуть поиграться вышить несколько бисеринок это мне нравится вот поэтому этот процесс у меня сейчас идет ну ведь осталось вышить совсем чуть-чуть чуть-чуть я думаю что может быть и к концу этой недели я его дошью посмотрим тоже вот знаете как по настроению если пойдет мне настроение то будет у нас и готовая работа так что еще по одному потихонечку будем передвигать все наши штуки приехали следующий процесс над которым я очень активно очень хорошо поработала на этой неделе это набор анкор нежные объятия это обложка чтобы вы увидели какой результат это у меня здесь схема пристегнута и вот такой кусочек не осталось вышить то есть я практически практически ее завершила и вот так выглядит картина картина вышивка которая сейчас умеет в процессе осталось вышить вот буквально волосы и перья украшения но потом будет очень много бэкстича основные крестики у меня уже все практически отшиты вышивается очень легко вот этот результат картину которая вышила две недели я ее вышивала активно три недели примерно нет две недели и какие-то там дни два три дня может быть и три недели извините уже путаюсь но скажем так три недели и вот эти три недели я вышила практически картину это у меня скоростная такая вышивка редко у меня так быстро все идет но здесь они полная зашивка и сама работа небольшая ну и вышивается она очень легко казалось бы что здесь миллион этих три четверти крестика очень идет большое смешение вот здесь цветов но вышивается очень приятно и очень в принципе то быстро когда я вышивала вот лица малыша и маму используются там такие темные цвета и когда вот вышиваешь вблизи смотришь это вот какой такой кошмар такой ужас что какие-то негры какие-то черные грязные лица вот честно это вот это просто передать словами ну вот приближаю камеру посмотрите вблизи как это выглядит так вот ну ну что это вот строить цветах что у него сортом так вот мамочка сейчас мы покажем тоже вот тут что за черная борода я понимаю конечно все оттенки но когда вышиваешь это не просто смешно устрашающе да вот такая вот игра теней а вот сдалека со стороны все очень красиво и причем еще пока нет бэкстича когда вышлется бэкстич все будет очень даже прекрасно я уверена да еще вот вышивались сложно здесь пальцы мамы здесь очень много три четвертых креста и вот в каких-то моментах так где вот они как собираются кучка эти три четвертых креста думаешь ну вот что здесь вышиваю что там должно получиться ухо третий глаз непонятно ну вот со стороны отходишь и все понятно что здесь будет рука волосы все хорошо да конечно три четвертых креста здесь очень очень много и вот волосы покажу вам вот что это за бензиновые волосы ей сделали прям такие синие цвета уж проверяла перепроверяла но все цвета правильно использую мы издалека в принципе нормально смотрится черный он отблескивает синими оттенками а вот вблизи дает конечно такие оттенки используются и удивляешься что 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 получается вот в принципе картина получается очень красивая будет еще очень-очень много бэкстича это у меня будет следующий этап может быть вот я планирую себе на этой неделе заняться значит доделать мою девушку бисерочек чтобы у меня эти процессы уже закончились и я могла приступить к следующим процессам потому что столько у меня интересов и желаний что я еще в общем-то процесс эти не закончила а уже у меня в голове вот это вот идет мысль а что начать новое желание у меня очень много и я вот периодически заглядываю в свои ящики коробки и достаю какие-то наборы которые я хотела бы начать между собой как бы меняю и вот не могу даже определиться и тот хочу этот хочу смотрю ваши видео на что-то соблазняюсь вот и даже не знаю что с собой делать как определиться какие процессы мне будут вышиваться в первую очередь во вторую какие наборы будут начинаться все хочется ужас прям какой-то ну ладно вернемся к нашим процессом значит вот эти два я ставлю себе вот в плану их нужно закончить потому что здесь уже в общем-то совсем ничего все уже готово что еще у меня пойдет на эту неделю так убегать вот такой у меня есть еще такая папочка замечательно здесь это паточки у нас так выходить из петухи здесь в этой папочке у нас вот эти петухи я их тоже хочу оформить то что я заговариваю сегодня я хочу на этой неделе тоже быстренько дошить но здесь нечего вышивать крупные крест 3 нитки несколько вечерков бэкстич и все будет готово хочу их дошить тоже на этой неделе чтобы потом все скопом вот эти процессы готовые тоже дать в багетку и оформить потому что вот эти петушки они идут в пару к моим корочкам и поэтому я и должна нести обязательно вместе оформлять вот такая красота значит мои и продвижение и планы и покажу еще вам моего кота вот еще я поработал немножко над моим максиком над моим котиком совсем чуть-чуть у меня вышивалась потому что я болела представляете первый раз за шесть лет заболела подцепила какой-то микроб который меня очень сильно мучил и температуры и все на свете но я его победила слава богу мы работаем в сфере здоровья поэтому у нас все оружие как бы есть и я поправилась очень быстро так но это не к тому значит что у меня вышилась очень я хотела вышить все таки эту шляпу но руки так и не дошли до шляпы я дошила радио вот здесь эту сеточку сделала выкладной ниточкой очень плотная здесь сетка пришлось уделить внимание моя лампа появилась с птицами такие незамечательные прикольно так хотела вышить эту лампу смотрите вот выключатель ну здорово так что еще и вот эта сумка такой рюкзак рыбака прикольный вышивалась кстати очень легко ну дальше окно пошло я его не успела дошить вот картина в принципе продвигается мне хорошо хотя нужно было бы и получше ну столько времени есть так вот у меня получается и я смотрю и алина сейчас тоже очень активно занимается свои максимум у нее конечно побольше продвижения практически уже готовая картина и вы знаете иногда смотришь и удивляешься насколько мы рукодельницы в каких-то моментах можем сходиться в настроениях каких-то предпочтениях вот алина вышивает макса и смотрит сериалы турецкие а я смотрю макса вышиваю сериалы корейские причем мне очень нравится смотреть исторические сериалы дорамы исторически потому что мне очень нравится их костюмы какие некрасивые какие отношения уважительные и любящие между мужчинами и женщинами как они выражаются нравится еще смотреть исторически потому что они наполнены интригами дворцовыми и разными тайными интригами показывают и сколько женщин гарем скажем так короля и вот все эти интриги как это все переплетено и причем эти сериалы они вы знаете не таких сериала как мы привыкли что там все одно и то же одно и то же а каждая серия она она насыщена новыми событиями настолько все это быстро меняется и повороты резки что вот я не могу оторваться и просто выключить остановить эту серию сижу смотрю до поздней ночи и настолько это все трогательно и плачешь вместе с героями сопереживаешь и некоторые сериалы я пересмотрела по два раза как например вот сейчас смотрю возлюбленные прицессы второй раз и есть еще про наложницу чак он чем тоже очень трогать трогательные сериалы и императрица киев и еще там много других я ссылочки я ставлю если кому интересно можете зайти посмотреть вот ну и вообще конечно мне последнее время интересна культура южной кореи потому что мы как бы по работе с ними связаны а вот тут я еще и сериалами увлеклась но все говорю мужу собирайся как-то надо ехать в отпуск на экскурсию в южную корею мне очень интересна их природа за эти большие скалы сосны сосновые леса горы огромные мне очень интересная я бы хотела туда поехать вот ну дороговато конечно само само путешествие может быть когда нибудь вот наговорила сегодня вам всякого всякого и показываю и вышивки показываю и наболтала всего есть у меня еще в планах начать некоторые процессы есть и подбором если наборами но увидите себя сдерживаю чтобы завершить начатое вот эти процессы а потом уже буду приступать к моим новым все рада была с вами поделиться своими новостями желаю вам хорошего настроения ну и увидимся в новых видео пока пока